Размялись немножечко. Я смотрю, ты запыхалась? Ну, слушай, не так уж легко это все делать. Конечно, она же ничего не делала. Я видел, что она просто стояла и смотрела. Ничего ты не делала. Хотя бы, вот знаешь, могла бы несколько раз поприседать. Обязательно поприседаем с тобой сегодня, Семен. У нас времени впереди достаточно. Очень много. А прямо сейчас уже я слышу на подходе, тихим цапом, легкими шагами. К нам приближается генеральный директор. Он в красивой белой карнахрахмаленной рубашке. Это Игорь Юрьевич. Здравствуйте. Доброе утро. Рады видеть. Здравствуйте. Пожалуйста, присаживайтесь. Будьте как дома. Мы вам чай-кофе предлагать не будем, сами понимаете. Дай, пожалуйста... Почему? Молочный кит, потому что. Зачем вам чай-кофе? А как, что с лифками? Почему? Можно же. Что? Хотя чай-кофе. Да нет, ну это так. Конечно, все есть на столе. Все, что нужно, есть. Но это все открыто. Дай новую барышку. Можно съесть? Да, нужно. Первый вопрос сразу. Я прямо обещал, что мы спросим. Ну, а можно я спросить, как вам тут вообще? Ничего тут это, еда есть? Супер. Очень как займы. Нет, а там не хватает, нам не хватает продукции. Огромным спросом пользуется продукция. Продукция сегодня всегда, и вчера она пользовалась. Огромным спросом настолько, что у нас холодильник опустел. Вот-вот, я про это и спрашиваю. То есть сегодня надо подвезти. Ну, сегодня, это знаете, такое неопределенное понятие. У нас, может, рабочий день с тверкой уже закончится, а вы только подвезете, поэтому... Ну, тогда еще и есть. Мы ждем, мы ждем в любом случае. Все, хорошо, вопрос. Вопрос. Вы пробуете свою продукцию настолько часто? Практически ежедневно. Я вот каждый день, чай со сливками решила попить. Вот сейчас оценишь. Контролирую заодно, проверяю, как сотрудники делают такой продукт. Мы сегодня очень хотели, чтобы пришел технолог, но нам несказанно повезло, что пришел человек еще выше статуса. Который знает, наверное, все. Который, может, и про технолога тоже все расскажет. Тоже придет. По какому принципу вы подбираете вот эти вот вкусы, которые есть? Ну, это же самое, асфабликаченное. Они же у вас, причем, смешанные. Вот грейпфрут и яблоко, то есть не мона. Ну да, не мона. То есть уже, я думаю, что это такая требование, мода на продукты, чтобы сочеталось несколько вкусов. Так что, в принципе, вот, наверное, и ответил. Ну, а кто придумывает эти сочетания? Ну, сами есть коллектив, который тестирует. Мы заказываем эти ингредиенты. Там группа тестирует, выходит наружу, в смысле привлекает. Вообще не просто работников компании. И вот определяем. Все пробуют? Все пробуют, да. Я тоже попробовал, я пробовал вот этот, получается, биолак, продукт кисломолочный, грейпфрут, яблоко. Вот. Мне понравилось, правда. Тем более я с утра не завтракал. А вы с чем вот завтракаете? Вот йогурт и хлопец или что? Да нет, это не обязательно завтракать. Это можно там втечь вообще в любое время дня. Да, это такое, как сказать, захотелось. Нет возможности куда-то сходить. А сейчас этой возможности сходить нет. Поэтому с собой, в машину. У меня дома ребенок, и у меня всегда с собой и дома на полке лежит наша Маша. Это тоже ведь ваш продукт, правильно? Да, да. Ну это вот как раз все правильно, значит, говорите. То есть на том же самом заводе, где, значит, делается наша Маша, из молока только высшего сорта, кстати. Вот это главная особенность, что на нашем предприятии мы не можем по закону принять молоко первого сорта, только высший сорт. Поэтому. Ну по сливкам сорта. Значит, да, это уже продукция для взрослых, будем говорить. Наша Маша выросла. Да, сегодня и всегда. Да, когда думали, как назвать, и вот столько уже, много же всего так на полке, да, то есть такая была работа, трудная, на мой взгляд, ну, компания, которой обратились, успешно справилась, которая вот нашла такой вот образ этого продукта, который вот запоминается, красивый, в то же время яркий. Цветы, тут цветы подбирали, так, кстати, которые растут на Урале, как многие ингредиенты. А где находится вообще завод предприятия, так интересно? В городе Богданович. Богданович. Можно съездить на экскурсию. Недалеко. Это тут 100 километров, да? Ну, я думаю, что в ближайшее время сейчас этого нельзя делать, экскурсии можно организовать. Ага. Да, приглашу вас, да, обязательно. Обалденно, мы вам очень благодарны, Игорь Юрьевич. У вас сейчас мода на здоровый образ жизни, мне кажется, она такая, тенденция пошла. Ну, мода, это, наверное, так, это лучше, я бы сказал, каким-то другим словом, что это требования жизни. Да, и требования жизни. И это прекрасно, что... Которые нужно внести в Конституцию прям тоже. Да, да, да. Ну, вот что меня больше всего беспокоит, я сейчас решила отказаться на время от сахара. Но я знаю, что в вашей продукции сахара меньше, чем в обычной. Лера хочет спросить, вы знали, что она откажется от сахара и делает это специально для нее? Вот. Что за принцип такой был? Ну, действительно меньше... Да, да, мы, значит, линейка йогуртов, био-йогуртов мы запустили с меньшим содержанием сахара. Вот это как раз, наверное, и мода, и требования к хорошей жизни. Кроме того, что, получается, он вкусный, это проверил я. Он еще и... Ну, когда много сахара, когда много сахара, то это плохо, это вредно. Сахара здесь меньше, значит, он еще и полезный. Правильно? Вот. И какой еще он? Ну, сочетание вкусов меня вот это больше всего привлекает, когда можно что-нибудь интересное попробовать. И необычный. Игорь Юрьевич, спасибо вам большое. Спасибо большое. Огромное.